Доброе утро, друзья! Доброе утро! Что ты там готовишь? Ну себе хочу оладьи сделать, кабачковые с сомоном и с лабне сыром, с творожным. Ну а тебе суджук и клюшинку. Сейчас будет вкусно! Процесс идет, колбаска жарится, оладочки тоже жарятся. Я уже рыбку попробовала, рыбка вкусная, вот советую, прям такой подкопченый вкус у нее. Ну что, вот такой завтрак у нас получился, всем приятного аппетита, а потом на пробежку. Даже не следует. Следует. Сейчас получается полодиннадцатого утра. Я все-таки заставила себя выйти на пробежку, потому что когда не спишь ночью, конечно, все лень делать. Черри нам, конечно, сегодня устроила фоломеевскую ночь. Ей то попить надо, то в туалет. Это, сами понимаете, каждый раз надо одеться, вывезти ее на улицу, потом раздеться, естественно, сон пропадает. Вот здесь вот мы покупали сок свежевыжатый. Значит, брали гранатовый, стоил 15 вир. Вкусно было. Так, сейчас я вам кусочек моря покажу. Море с ним просто волшебное, так что после пробежки с Вероникой пойдем купаться. Но я буду купаться, не знаю, Вероника будет или нет. Вчера я плавала 25 минут, как и положено. На самом деле, в воду заходишь, освежает водичка. Ну, а потом привыкаешь и даже выходить не хочется. Так что в ноябре еще такой бархатный-бархатный сезон в Турции. На каяке лишь на чем это он плывет. Нет, стоя. Если видно на камеру. Ну, а у нас сегодня прилетают друзья. Они уже были здесь совсем недавно. Им настолько здесь понравилось, что они решили себе продлить лето. Хотя бы на недельку. И что хочу сказать сейчас. Вот в данный момент намного выгоннее прилетать в отеле. То есть получается 7 дней на все включено. Плюс перелет. Около там 37 тысяч отдали на двоих. А если квартиру снимать, то сами понимаете, когда снимаешь на неделю, то это выходит дороже, чем на месяц снимать. Так что в ноябре можно смело прилетать за копейки в Турцию. Если у них самолет не задержат, то вечером обязательно к ним еще сбегаем. С ними встретимся. Ну, а если задержат, тогда теперь уже завтра. Хотя у нас с Наташей на первую половину дня планы есть. Мы хотим по делам в Аланию съездить. Ну, а потом уже тогда с ребятами встретимся. Смотрите, а у Хана там много людей. Я так сказала у Хана. Но не все же знают, что это кафе Санта-Барбара. А хозяин, его зовут Хана. Мы частенько сюда приходили. Ага. Да-да-да, видите, людей там много. Здесь можно и перекусить, и просто посидеть на шезлонге. Но если ты ничего не берешь из еды, тогда за шезлонг, по-моему, 25 лир надо платить. Фонтаны уже включили. Вечером они подсвечиваются. Красота. А я уже дошла до рынка в Кистели, который по средам. Ну, считай, половина пути я уже прошла в одну сторону. Вот это вот местечко мне прям очень нравится. Смотрите, тут тренажеры, и ты занимаешься с таким потрясающим видом. И забываешь о времени, так что здесь можно прозаниматься час-полтора. И это классно. Ну, все, я дошла до отеля «Мишель». Видите, он на противоположной стороне. Дорога в одну сторону у меня заняла 37 минут. Но будем считать, что 40. На велосипеде туда-обратно я за это время доезжаю. Ну, что, разворачиваемся в обратный путь. Ну, вот, незаметно мы с вами дошли на границу Кистель с Махмутларом. Осталось мне совсем немножко до комплекса. Я думаю, в час двадцать я уложусь. Смотрите, что я увидела. Квадром пытаются подвинуть беседку. Ну, мы тоже на покатушках, конечно, деревья двигали. Лебедкой зацепляешь и двигаешь. Но тут беседку, что-то я сомневаюсь. Интересно, сколько у него кубиков этот квадров. Командует что-то им. Ладно, пошла я дальше. Все, я уже на территории комплекса. У нас вчера, кстати, помыли бассейн. Сейчас покажу, как он у нас теперь чистый. Видите? Всю воду вылили. Ну, что, я считаю, хорошее начало дня. Сейчас пойдем на море. Пока записывали видео, как вывести домашних питомцев из России в Турцию, смотрю на часах уже три дня. Ну, ничего, я сером пошла. Сейчас посмотрим, какое море. Помните, что в Турции пешеходов на пешеходных переходах не пропускают? Ну, что, здесь людей не так уж и много, но есть вода ушла. Ладно, сейчас будем трогать водичку. Единственное, я сегодня забыла свои коралки, поэтому надо быть мне аккуратней. Ну, что, водичка теплая, все хорошо. Так что еще недельку я точно буду купаться, ходить. Да, без кораллов вообще ужасно заходить. Так, сейчас мы с вами окунемся. Смотрите, какая красота. Ноябрь называется, что конец ноября. А мы купаемся. Так. Все, заходим, окупываемся. Ой, класс. Ну, когда заходишь, немножко прохладно, конечно. Ну, так хорошо. Я сейчас выйду на берег, положу камеру и уже пойду плавать. 25 минут я сегодня должна проплавать. Мама плавно с вами переходит в следующий день. К нам приехали друзья. Вечер даже, я бы сказала. Дети, да. Мы уже сходили с ними на море. Сейчас будем встречаться около микроса. Хотим купить медальоны. В нашем магазине, в мясном. Вот. И у нас на мангале, наверное, постараемся пожарить. Но там были молодые люди. Пойдем, наверное, посмотрим, заняты там или нет. И спросим, по скольки они. Ну, штора уже все. Убрали? На место, да, убрали. Вот. Позвонили Наташе. Им просто сегодня стеклят балкон. Поэтому, не знаю, придут они или нет. Но мы их приглашали. А, сейчас спросим у Османа, заняты или нет. Ну, все, у Османа спросили. Он сказал, что да, здесь сегодня все свободно. У нас, как правило, там есть что-то объявление, если будет занято. Вот. Но сегодня объявления не было. Поэтому он говорит, да, пожалуйста, жарьте мангал свободен. Все, идем за ребятами. Ну, надеюсь, что все-таки Наташа к нам присоединится. С Сашей, с Артемом и с Ангелиной. Вот. И будет вкусно сегодня. Кстати, тогда покажем, что за медальоны. Нам они очень нравятся. Причем их надо покупать. Рассказывай, как. Ну, в мясном магазине. Ну, а где они дороже? В кебабе они стоят 3 штучки. 60 лир. А вот сейчас сходим в мясной магазин. Посмотрим, с какой ценой. Но сейчас, сами понимаете, все подорожало. Лира упала. Поэтому, друзья, у кого в комплексе есть квартира Курт Сафир, Смотрите, на первом этаже здесь будет... Ну, не только в этом комплексе, а рядом. Ну, и рядышком, да. Но здесь будет магазин строительных материалов. Я смотрю, там и дрели, и смесители. Короче, чего только нет. Обязательно сходим, покажем вам. Потом, когда они уже откроются. Ну, мне кажется, буквально дня через 3 уже будет открыти. Ну, уже так, да. Пожелуха отмываю. Стеллажистая. Барабах. Барабах. Строительство идет полным ходом. И смотрите, проехала машина, продавила плитку. Что вы думаете, через час это все как-то убрали, да? Да, будет подсыпку. Подсыпку, да. Да, и сейчас будет восстанавливать покрытие. Мы здесь пойдем? Наверное, здесь, да? Пойдем. Смотрите, мы два дня назад, когда шли на пляж, мы обратили внимание, что сюда, в Курт Сафир комплекс привезли. Что это? Давай потрогаем. Это что-то видно в спортзал, наверное, что. В этом у нас трассу надо? Нет, нет, это пластик. Пластик. Что это такое? А, да. А может, горку какую-нибудь будет строить? Еще одну, где-то. О, да, у них тогда там круто-круто будет. Может быть, на кружу что-нибудь? Не знаю. Посмотрим, узнаем. Что это такое? Потому что так-то, видишь, эти полукруги идут, они как бы это... На горке, да? Ну, вообще, если кто в этом комплексе живет, вы нам, пожалуйста, напишите, что это такое вам привезли. Прям вот очень-очень интересно. На самом деле, мы так упихтерились, а прям жарко. Жарко, да. На местных посмотрели, решили быть как местные, но очень жарко. Все, подошли мы к мясному магазину. Денис, смотри, здесь свежие манты, пельмени и сочинные чиркали. Да, посмотрим, спросим. Это магазин находится на улице Ататюрка, рядом с комплексом Сан-Санаски. Бараба. Бараба. Ну, что, медальоны, да, берем? Ну, да. Вот такие вот, друзья, медальоны. Ой. И смотрите, здесь есть продукция, она, все, что собирали, это все с гор и домашнего производства, нам бы сказали. И варенье, и гранатовый сироп. О, смотрите, подписали по-русски. А раньше этого не было. Вот это очень полезный экстракт русского дерева. Молочное воняние, но на самом деле это сгущёнка. Да. И эти варёные сгущёнка и обычная сгущёнка, к которой мы привыкли. В этом магазине предлагают чай и кофе. Денис себе взял чай, я кофе. И, кстати, язык здесь сейчас 60 лир. Я посчитала, на российские деньги это 438 рублей за килограмм. Сейчас возьмём. Мало того, что здесь напоили чаем, кофе, ещё и предлагают попробовать варенье. Это из инжира. Баночка стоит 40 лир. Как я уже говорила, что собирает всё это далеко, в горах высоко. Это очень вкусно. Смотрите, этот магазин находится прямо рядом с нашим комплексом, где мы живём, буквально в двух минутах. Так что приходите, милости просим. Чаучи. Ну всё, мальчики уже разожгли у нас мангал. Значит, взяли нам с Наташей и Сашей, с Денисом вот такие вот модальоны. Наташа с Сашей, нам с Денисом. Ой, я язык домой не занесла. Ну ладно, сейчас занесём ещё за мороженое. Зашли в овощную лавку, взяли овощей, цукини и перец. Всё это вышло у нас на 12 лир. Сейчас будем жарить. Так, ну всё, медальоны готовы. Сейчас жарим овощи на мангале. Сейчас уже подойдёт Наташа с Сашей и будем кушать. Так, всё, теперь мы жарим овощи. Буквально ещё пару минут осталось, и они тоже будут готовы. Так, ну всё, мои любимые девочки, мальчики, приветик, мой муж. Привет, что ли? О, не виделись, а вы ботили? Соскучилась. Привет, Тёма. Через нас услышала, ты, кажется, оттуда начала лавить. Да, кто там? Наташа, там Наташа, там Наташа, господи. Радости полные станы. Где мой зоя, я так соскучилась? Сто лет, да. Так соскучилась, Ангелин. Тёму, Тёму надо ей, и Тёму поцеловать. Сколько мы не виделись? Две недели. Две недели. Вообще, обалдеть. Ужас. Как вечность. Две недели, это 14 дней. Да. Показалось месяца два. Да, это точно.